В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В центре контроля профилактики болезни Минздрава Украины за последние сутки COVID-19 заболело 724 одесситов. В целом, с начала эпидемии на 17 ноября 2021 года в Одессе зарегистрировано 102 159 случаев заболевания. В больницах Одессы находятся 758 пациентов с коронавирусом. Из них 626 в тяжелом состоянии. На лечение в городской клинической инфекционной больнице прибывают 230 пациентов с COVID. Из них 21 человек в состоянии средней тяжести, 209 в тяжелом состоянии, в том числе 11 человек на ИВЛ. В городской больнице номер 5 проходят лечение 253 пациента, в 8 – 89, в 1 – 102, в 10 – 65, в детской городской больнице номер 3 – 15 детей. За последние сутки зарегистрировано 16 новых случаев у детей. 9 девочек и 7 мальчиков находятся на амбулаторном лечении. Выздоровели 350 жителей Одессы. Продолжают болеть почти 23 тысячи одесситов. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения избранную Геннадию Труханову первой инстанции. Теперь мэру Одессы придется искать более 30 миллионов гривен залога. Апелляционная коллегия Высшего антикоррупционного суда рассматривает жалобу Геннадия Труханова на решение первой инстанции о внесении залога в 30 миллионов гривен вместо содержания по страже. Тогда городской голова пожаловался на бедность. И смотря на мою декларацию, она, наверное, самая такая, если сказать, бедная среди Украины, и не среди этой категории мэра, то застава должна быть, по их мнению, 120 миллионов. Конечно, у меня и нет заставы. И таких денег нет и не было. Высший антикоррупционный суд имеет основание считать, что у мэра Одессы, миллионного курортного города, 30 миллионов гривен есть. Его право оспаривая судебное решение. Председатель апелляционной коллегии решил пофилософствовать на эту тему с присущим ему юмором. Я хотел бы вернуться. Это очень долгое вопрос. Да, оно философское. Может, оно частично относится. Но оно относится, потому что на мэрии Одессы, на территории Одессы, мы это увидели, как это работает по всей стране. Вы говорите, что коррупция в Украине действительно есть, она процветает, и это великое зло. Столько телекамер, общество смотрится, вы так авторы. Может, это нужно взять под варту, да и мы сломаем эту коррупцию. Все налякаются в Украине, вы пожертвуете своей свободой. Но будет урок для всех, чтобы... Чи как вы думаете, вот сломало бы это коррупцию, хребет коррупции, если бы мы с вами так взяли вас, например, под варту, вот эти телекамеры, как бы там зараз раздували это все и так далее. На основании философских размышлений апелляционная коллегия оставила в силе решение от 30 миллионов гривен залога. Теперь, чтобы не сесть за решетку на время проведения судебного процесса, Геннадию Труханову придется искать 30 миллионов гривен. Одесская мэрия продолжает праздничное разбазаривание бюджетных средств. При постоянном недостатке финансирования первоочередных хозяйственных расходов городской голова выделил еще полтора миллиона гривен на приобретение новогодних украшений и сувениров с одесской символикой. По распоряжению городского головы миллион четыреста пять тысяч гривен выделяется на приобретение световых объемных конструкций корабля, фотозоны с дельфинами, двух водопадов и пяти корабликов оригами. Всего девять объектов. По проекту, представленному в техническом задании, их разместят на Потемкинской лестнице. Ранее мэрия объявила тендер на осуществление проекта стоимостью 2 миллиона 630 тысяч 500 гривен. Для народного празднования Нового года на Думской площади и центральных улицах закажут елочные гирлянды, световую конструкцию фигуры осьминога и объемного лабиринта океанариума со светящимися рыбами. Обновление световых украшений уже обойдется городскому бюджету в 4 миллиона 35 тысяч 500 гривен. И, возможно, на двух закупках новогоднее транжирство не закончится. По сравнению с этим, 28 тысяч гривен на приобретение сувениров с одесской символикой вообще копейки. Для чиновников, считающих народные деньги своими. Сувениры приобретаются с целью надлежащей организации торжественных мероприятий, заграничных командировок и протокольных встреч на уровне городского головы, его заместителей и руководства Департамента международного сотрудничества и маркетинга. Больше тратить бюджетные деньги в Одессе не на что. Жители жилого комплекса «Одесский двор», расположенного на улице Цветаева, 11, вышли на митинг к мэрии. В их домах уже около месяца нет воды, тепла и электроэнергии. Около 20 жильцов дома под Цветаева, 11 митингуют под горсоветом. У людей нет света, воды и отопления. По предварительной информации, эта проблема возникла из-за ошибок строительной компании при сдаче нескольких домов в эксплуатации. Ни света, ни воды, ни тепла у нас уже нет 23 дня. Мы живем в доме, в котором все завязано, свет, все полностью. То есть, у меня был угол газа. Нам выключили свет, который был. Не объясняет нам причем, почему. Мы обратились к властям с просьбой помочь, потому что ситуация критическая, но невозможная. Те, кто вышел на нашу встречу, вернее, на выставке, правильщик, поэтому мы пришли сюда, чтобы объединили наше усилие с горсоветом, с властью, с вашей помощью, нашей общественности. Ну, в общем, как-то решить нашу проблему. Говорят, что в такой ситуации оказалось 88 семей. Из-за заключения временного договора застройщика Эдельвейс с ДТЭК люди вынуждены решать проблему самостоятельно. Дом застройщикам сдан в ГАЗ в 2020 году. Договор с ДТЭКом на часть дома есть, а на нашу часть дома нет. Эдельвейс с ДТЭКом, когда они говорили на низком уровне, скажем так, ОНРС, мы пытались заключить, мы нашли управляющую компанию. Попадали документы, но пока тишина. Стоит отметить, что из-за отсутствия электроэнергии люди отрезаны и от других жизненно важных услуг. Например, воды, поскольку она подается на этажи с помощью электронасосов. Также отрезаны и от возможности приготовить еду, ведь плиты электрические, и от тепла. Митингующие пытаются заручиться поддержкой городских властей, чтобы решить ситуацию. Напомним, 8 ноября жители Одесского двора уже перекрывали улицу Мечникова по этой же причине. Тогда на проблему горожан все же откликнулась городская власть. Однако проблема все еще не решена. Компания-владелец дома и Малиновская райадминистрация жалобы игнорируют. Как разрешится ситуация, пока не ясно. Государственное бюро расследований предупредило о хищении имущества Одесской исправительной колонии номер 51, стоимость которого составляет более 223 миллионов гривен. Отметим, сейчас госучреждение находится в состоянии ликвидации. Часть его имущества должна быть приватизирована. Во время досудебного расследования установлено, что схему вывоза металлолома с территории госучреждения организовали руководители ликвидационной комиссии совместно с представителями Южной исправительной колонии. Также они позвали на помощь коллег из 14 колонии, чтобы сдать государственное имущество на вторсырье. Злоумышленники незаконно демонтировали металевые конструкции и обладания для продажи. Через оборудование государство могло потерять майно на сотни миллионов гривен. Проте, за колопотанием следователей ДБР, в жевтні 2021 года суд наклав арешт на комплекс помещений и споруд Поведной виправной колонии. Судебное расследование продолжает. Отметим, злоумышленников вовсе не смутило то, что оборудование входит в стоимость зданий, которые пытаются приватизировать через аукцион. На данный момент досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все причастные к противоправной деятельности. В одном из одесских хостелов во время профилактических мероприятий на территории обслуживания оперативники разоблачили мужчину из Донецкой области, который имел при себе запрещенные вещества. Около полусотни свертков с метадоном гость из Донецкой области прятал в пачке из-под сигарет. Правонарушители оперативники разоблачили во время профилактических мероприятий на территории обслуживания. Отметим, мужчина являлся постоянникам данного учреждения. Изъятое у мужчины порошкообразное вещество направили на проведение экспертизы, по результатам которой будет решен вопрос об объявлении ему подозрения. Слава Одессе как одного из мировых центров культуры поддержал фотохудожник Евгений Самученко. На международном фотоконкурсе Smile World в Китае наш мастер получил золотую медаль. Евгений Самученко – лауреат и призер многочисленных международных конкурсов художественной фотографии. Центральная тема творчества – пейзажи и путешествия. На конкурсе в Китае он победил в номинации документалистика и путешествия. Фотография на розовой планете сделана на розовом озере в Херсонской области. Ее опубликовали в журнале National Geographic. Сейчас Евгений находится в Гималаях на высоте 4000 метров, откуда привезет новые снимки. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Во всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 18 ноября в Одессе пасмурно. Дождь, ветер северный. 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 4,5, днем 5-6 градусов тепла. День пьячь из градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»